приветствую коллеги ассалам алейкум мир тому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен базовым навыкам работы с оболочкой баш ну а конкретно будем сохранять вывод команды файл поэтому если вы на месте если вы готовы проверка связи ми 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 с вас плюс в чат ну или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационные технологии но здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллегия буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь присоединяйтесь ко мне прямо сейчас значит коллеги что вам понадобится для того чтобы у вас все получилось чтобы вы вот научились базово работать с оболочкой баш для этого нужно вот та самая оболочка баш таким образом нам понадобится linux самый обычный linux неважно какой с оболочкой баш но у меня вот как раз есть уже linux с оболочкой баш и я буду в нем все как раз выполнять дальше коллеги вам понадобится статья вода для того чтобы на видео не очень хорошо видно бывает интернет плохой и так дальше да поэтому понадобится статьям как сохранить вывод команды файл ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео ну или в чате или в чате вот ютуба да поэтому переходите по ссылке открывайте статью и как говорится можно здесь сделать control c control v и соответственно вы сможете на всему этому делу научиться и так традиционно начнем с теории коллеги что важно то что в linux есть так называемые потоки потоки что такое потоки это вот 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 те самые штуки дрюки которые как раз выводят информацию из системы ну или наоборот система эту информацию принимает захавывает да таким образом по сути вам нужно уметь работать с этими потоками и так что важно то что в linux есть существует три потока три потока первый поток это стандартный поток вывода вот мы как раз сегодня с ними будем работать то есть вот если вы там что-то пишите тогда команда выводит вам выводит вам что-то там на экран это как раз и есть стандартный поток вывода дальше коллеги есть стандартный поток вывода ошибок ошибок да то есть если вы пишете например сиди а дальше вот такое вот 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 название папки там до нажимаете enter вы видите ошибку но усачь файлу directory так вот вот эту вот ошибку я увидел через стандартный поток вывода ошибок вы скажете она как-то не очень отличается да то есть как бы на экране то я вижу это это как это отличить об этом мы расскажем отдельно не сегодня сегодня наш мастер-класс посвящен как сохранить стандартный поток выводов файл поэтому ну я рассказываю вот как и с этими потоками да с потоком начнем откуда как говорится все растет и третий поток который нулевой да значит еще раз первый поток это стандартный поток вывода второй стандартный поток вывода ошибок ну а нулевой поток это стандартный поток ввода соответственно вот я что-то пишу да и что Это означает, что оно попадает в систему и это стандартный поток ввода. Вот такие вот есть потоки коллеги и соответственно по большому счету вам нужно уметь работать с этими потоками. Для чего? Для того, чтобы можно было, например, что-то делать с результатом вывода той или иной команды. Ну вот сегодняшний конкретно наш мастер-класс будет посвящен как сохранить вывод команды в файл. То есть вы вводите какую-то команду, какую-то команду, лс-л, например. Здесь у меня есть какие-то папки, файлы. И я хочу это сохранить в файл. Это как бы прекрасная задача. Часто такое нужно делать? Да, нужно. Вы вот что-то там делаете, что-то куда-то там выполняете и это нужно как-то записать. Нужно как-то сохранить. И вот как раз сегодня мы и поработаем с сохранением результата стандартного потока вывода в файл. Итак, поехали дальше. Что мы делаем дальше, коллеги? Значит, читаем статью. Да, я так на память все не знаю, поэтому буду идти по статье. Итак, значит, ну здесь в примере рассказывается, что есть некая команда df. Clear. Так, очищаем все, делаем df. И вот у нас есть, собственно, команда df показывает, какие файловые системы, какие разделы у меня здесь в Linux есть. И, соответственно, что-то там выводит. Например, будем сегодня тренироваться с df. Итак, значит, есть более удобный вывод df-h. И, соответственно, будет показывать в human формате, да, соответственно, сколько у меня свободного места. Например, у меня здесь стоит ssd-шник 50 гигабайтный, да, и у меня сейчас variable 34 гигабайта 29%, да. И вот я хочу результат вот этой вот команды df сохранить файл. Зачем сохранять файл? Это уже другой вопрос. Ну, можно этот файл потом отправить там по почте, например, или там что-то с ним еще сделать, да. Поэтому вот такие вот моменты мы можем с этим делать. Но задача конкретная. Сохранить файл. И также, как же сохранить файл, коллеги? Для этого поток, стандартный поток вывода нужно перенаправить в файл, перенаправить в файл. Итак, пишем, например, df-h. Дальше ставим, ставим слэш вправо, стрелку вправо. Значит, где стрелка на клавиатуре? Там, где русская буква U. Дальше пишем пробел и пишем файл.log. И, соответственно, нажимаем Enter. Что я вижу? То, что команда отработала успешно. Да, я не вижу каких-то ошибок. Ну, и если я посмотрю ls-l и название моего файла, файл.log, то я увижу то, что, пожалуйста, этот файл создался и его размер 415 байт. 415 байт. Ну, и, соответственно, Clear. Давайте посмотрим его содержимое. cat.file.log. Что я вижу? Вот, пожалуйста. То есть, у меня все сохранилось в файл. Вот таким образом, коллеги, вы можете сохранять вывод любой команды в файл. Удобно? Офигеть удобно. Да, то есть, вот какие-то вещи. Не нужно там выделять, там, копировать. Оно еще нифига не копируется и так дальше. Да, то есть, вот, вот сохраняйте себе это все дело. Да, есть важный момент. Какой важный момент? То, что, то, что каждый раз, когда вы будете перенаправлять, то файл будет перезаписываться. Ну, давайте мы сделаем такую вот штуку там, да. Вот, отредактируем файл, да. Для примера, я вот открыл редактор EVE. И, соответственно, давайте я сюда что-нибудь допишу. Ну, например, this is output of command df-h, да. df-h. Вот так вот, да. Соответственно, так, 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 так. Вот такое у меня содержимое, да. То есть, я вот так вот, а тут пишем the end, так. Ну, и сохраняем, сохраняем, там, да, сохраняем, вышел. Итак, коллеги, смотрим ls-l, файл.log. Размер у меня 459 байт, 459 байт. Ну, и содержимое вы тоже видели, да. Содержимое вы тоже видели. Итак, еще раз показываю. Вот его содержимое. Значит, что интересно, что интересно, коллеги, то, что если мы будем сейчас перенаправлять еще раз, то мы перезапишем содержимое этого файла. Делаем, да, тренируемся, тренируемся. Итак, значит, я делаю по аналогии df-h, ставлю стрелку вправо, название моего файла, файлы.log, да. Нажимаю Enter. Сработала команда ls-l. Смотрим размер его. Значит, что у нас произошло с размером, коллеги? Посмотрите, размер уменьшился. Да, он уменьшился. У нас там было 450, сколько там, 9, да, 459, а стало 415. То есть, что это означает? Это означает, что у нас поменялся размер файла. Смотрим его содержимое. Cat. File.log. Что я вижу, коллеги? То, что содержимое файла перезаписалось. Таким образом, когда вы перенаправляете поток, то содержимое перезаписывается. С одной стороны, это здорово, это классно, да, потому что получается, что файл ваш как бы не растет вширь, вот, а каждый раз вы как бы перезаписываете содержимое. Но, но, бывает такое, что нужно дописать в конец, дописать в конец. Нужно такое? Да, нужно. Нужно и такое. Соответственно, как сделать так, чтобы дописать в конец, коллеги? Значит, давайте такой вариант тоже посмотрим. Так вот, для того, чтобы дописать в конец, нужно поставить два знака перенаправления. Итак, делаем df-h, или давайте вот так сделаем, ls-l, ставим два знака перенаправления и название моего файла. File.log. Так, нажимаем Enter. Отработало. Ошибок нету никаких. Давайте теперь лессом посмотрим содержимое. Итак, ls-file.log. Что я вижу? Что я вижу, коллеги? Я вижу то, что вот закончился у меня вывод команды df и начался вывод команды ls. ls, смотрите как, да? То есть, получается, что я не перезаписал файл, а дописал в конец, дописал в конец, да? То есть, вот такое вот интересное перенаправление. Следующий важный момент хотел показать. Как файл очистить? Да, размер файла. Давайте посмотрим ls-l. Значит, file.log. Что я вижу? Размер уже, посмотрите, 3991 байт. Итак, коллеги, вы хотите очистить файл. Как очистить? Сейчас кто-то скажет, открыть в редакторе и все удалить. Не-не-не-не, вы что? Это будет очень долго. Так вот, коллеги, для того, чтобы очистить содержимое файла, можно использовать вот такую вот интересную хитрость. Ставим двоеточие. Перенаправление. Имя файла. File.log. Нажимаем Enter. Смотрим размер файла. Размер, посмотрите, 0 байт. 0 байт. Соответственно, 0 байт, что значит? Это означает, что этот файл пустой. Пустой. Проверяем его. Проверяем. ls-file.log. Что я вижу? Я вижу, что конец файла, да? То есть, файл у нас имеет уже, значит, пустой файл, да? То есть, вот таким вот образом это дело все можно выполнять. Поехали дальше. Следующее, что хотел показать вам, это, сейчас кто-то обязательно в чат напишет, а как же, хорошо, это вы перенаправили стандартный поток ошибок, стандартный поток вывода, а как же перенаправить стандартный поток ошибок? Можно ли такое сделать, коллеги? Да, давайте сделаем. Итак, значит, для этого будем тренироваться. Так, очищаем все, клир. Тренироваться будем с командой CD, да? Значит, я делаю CD, пытаюсь перейти в какую-то папку, которая у меня не существует. Соответственно, я вижу ошибку, да? Но, сочфайл о directory. Так вот, я хочу перенаправить вот вывод, стандартный поток вывода ошибок в файл, да? То есть, вот эту вот ошибку хочу сделать в отдельный файл. Можно сделать? Да, можно. Итак, делаем, значит, CD, дальше пишем какое-то имя несуществующей там папки, дальше пишем знак 2, перенаправить, перенаправить и имя файла. Имя файла у меня будет error.txt. Итак, что значит 2, коллеги? 2 означает, что это второй поток, да? То есть, это поток вывода ошибок. Дальше, значок перенаправления означает, что мы это дело все перенаправляем. Ну, а дальше название файла. Итак, нажимаем Enter. И посмотрите, я теперь не вижу никаких ошибок, да? То есть, у меня не ругается no such file directory. Но при этом ls-l у меня появился файл error.txt, смотрите, появился, да? Его размер 46 байт. Ну, и если я его почитаю содержимое error.txt, да? То вот, пожалуйста, внутри этого файла у меня теперь уже и ошибка, вот, и уже ошибка, да? То есть, вот, пожалуйста, я могу теперь конкретно разложить, разложить, да, вывод, вот, ошибок и вывод, значит, всего этого дела файла. И теперь могу с этим по отдельности, как говорится, поработать, поработать. Здорово на самом деле. Итак, с перенаправлением ошибок мы потренировались. Давайте теперь посмотрим другие возможные варианты. Давайте разложим в разные файлы вывод ошибок и стандартный вывод, да? То есть, вот, вот, как бы нормальный вывод и ошибки. Можно ли разложить в разные файлы, коллеги? Да, можно разложить в разные файлы. Давайте тоже попробуем. Итак, значит, что я буду делать? Значит, так, мне понадобится два файла. Один будет, как бы, стандартный поток вывода, а второй будет ошибки, да? Итак, что мы будем делать? Будем тренироваться таким образом. Делаем ls-l. Дальше нам понадобится какой-то файлик. Какой-то файлик. Файл 1. Лог, например, да? И дальше я пишу какой-то несуществующий файл. 1.1.1. Чтобы ошибка была, да? Ну, а теперь вывод вот этой вот команды ls. Он будет как стандартный, без ошибок, так и с ошибками. Поэтому нужно дальше это дело разложить по разным файлам. Итак, стандартный поток вывода. Как мы перенаправляем? Делаем стрелку вправо. Ну, и пишем файл .log. Да, это будет у нас вот стандартный вывод файл. Дальше. Ошибки нужно перенаправить? Нужно. Ставим 2. Стрелочку. Стрелочку. И, соответственно, здесь будет у меня error.txt. Error.txt. Итак, нажимаем Enter. Ничего не видим. Почему ничего не видим? Потому что все записалось в файл, да? Все записалось в файл. Итак, давайте посмотрим лесса. Значит, файл, значит, файл, файл, файл .log. Что у меня в файле log? В файле log у меня вот такой вот, собственно, стандартный поток вывода команды ls. Вот он, да? Все нормально, все здорово. Теперь давайте посмотрим вывод ошибок, сохраненных наших ошибок, да? Значит, ls.error.txt. Смотрим, что мы видим. Cannot access 1.1.1. No such file directory. Пожалуйста, да? То есть мы разложили, мы сохранили в файлы разные потоки. Стандартный поток вывода и стандартный поток вывода ошибок. Здорово, получилось. Окей, вы скажете, а если нужно оба потока сохранить в один файл, можно ли такое сделать? Да, коллеги, можно. Тренируемся. Итак, значит, для этого я возьму тот же самую комбинацию, да, значит, тот же самый пример, соответственно. А дальше делаем такую комбинацию, ставим знак имперсанда, and, перенаправить, ну и дальше название файла. Значит, файл у меня будет, пускай будет output.txt, output.txt. Ну и давайте его смотреть теперь. Glass, output.txt, и здесь я вижу уже оба, оба потока сохраненных файл, да, соответственно, я вижу, что no such file o directory, вот, и я вижу, собственно, свойства моего файла. То есть вот таким образом это дело все отработало. Здорово, да, то есть вы можете вот таким образом это дело все сохранять. Двигаемся дальше. Итак, коллеги, что важно, то, что вот когда мы вот так вот потоки перенаправляем, да, то, вот мы не видим, вот реально в консоль не видно, что там вообще выводится, да, то есть вот мы запустили там LS, там, да, оно отработало, и все, мы можем только в конце, уже когда команда отработала, там, LS, CAT, посмотреть содержимое тех или иных файлов. И вот возникает вопрос, а можно ли каким-то способом в процессе отработки этой команды смотреть и в консоль, и в файл, чтобы сохранялось, можно ли такое сделать? Да, да, коллеги, можно. Для этого мы будем использовать такую утилиту, которая называется T, она позволяет, по сути, дублировать вывод как в консоль, так и в файл, да, то есть вывод дублируется в стандартный поток вывода и, собственно, в файл. Но, для того, чтобы воспользоваться утилитой T, опять-таки, мы будем пользоваться перенаправлением потока. Значит, что мы с вами изучили? То, что если ставишь стрелочку вправо, да, то, собственно, дальше перенаправляется в файл. Но, нам же в файл не нужно, нам нужно перенаправить в другую утилиту или в другую программу. И вот для этого мы будем использовать уже символ вертикального слэша, будем использовать конвейер, да. Итак, давайте потренируемся. Значит, что мы делаем? Мы делаем df-h, df-h, тот же самый df, да. Дальше ставим вертикальный слэш, это означает перенаправить стандартный поток вывода в другую программу. Соответственно, дальше пишем t, ну и название файла, куда мы хотим все это дело перенаправить. Итак, файл.log, файл.log. Итак, нажимаем Enter. Что я вижу? Я вижу результат работы команды df. При этом, коллеги, посмотрите, у меня файл.log, собственно, вот он создался, тех же самых 415 байт. Ну и если мы его посмотрим содержимое ls, например, там, да, то это дело выглядит вот так вот, да. Пожалуйста, то есть мы вернулись к тому, с чего, собственно, начинали. При этом мы не только вот сохранили вывод файл, но мы при этом еще и посмотрели содержимое вот этой самой команды, да, вот этой самой команды. Вот такая вот интересная штука. Здорово, да, то есть таким образом это дело тоже можно пользоваться. Итак, вы скажете, окей, прекрасная команда t, но, но что делать t? t точно так же перезаписывает содержимое файла. И вот возникает вопрос, а можно ли дописывать в конец содержимое? Да, для этого необходимо в t использовать опцию минус a, ну или append, append это означает дописать в конец. Давайте потренируемся. Итак, df-h, дальше ставим вертикальный слэш, это перенаправляем в другую утилиту, дальше пишем t, дальше минус a, минус a означает дописать в другой, дописать в конец файла. Дальше берем наш файл .log и, соответственно, нажимаем enter. Вот, давайте еще раз запустим, да, давайте еще раз запустим, давайте еще раз запустим. Так, запустили, так, clear, clear, так, смотрим, лэсом содержимое нашего файла, файл .log и что мы там увидим, и что мы там увидим. Итак, вот оно, вот оно, посмотрите, все дописалось в конец, сколько раз мы запускали нашу команду, значит, и так, первый раз она у нас была, вот это содержимое, а дальше мы три раза, по-моему, запускали. Раз, два, два и вот, собственно, три, три, четыре, да, четыре раза. Таким образом, получается пять записей, пять записей. Ну, что, отработало нормально, да, то есть, вот таким образом, коллеги, мы можем сохранять содержимое в файл. Такие у нас, собственно, варианты. Итак, коллеги, кто понял, какие есть потоки, и так, давайте подытожим, какие у нас потоки есть. Есть стандартный поток ввода, сейчас мы с ним еще поработаем, вот через пару минут, да. Дальше есть, ну, он нулевой, нулевой, дальше есть стандартный поток вывода, это первый поток, есть стандартный поток вывода ошибок. Ну, и наша задача сегодня была сохранять как раз вывод ошибок и стандартный поток вывода, да. Ну, давайте пора, да, так вот, кто понял, кто разобрался в потоках, с вас цифра один в чат, ну, или в комментарии цифру один в чат, это означает, что вы супер-пупер молодцы. Вот, вот, вот это прям очень важно, это прям совсем такие базовые навыки работы с баш, без этого дальше вообще прям никуда. Ну, и последнее, что у нас осталось, коллеги, значит, это, это поработать с потоком ввода, вы скажете, как, как бы мне так почувствовать этот поток ввода. Ну, очень просто, давайте почувствуем его, так, чтобы вы с его, как бы, пальцами пощупали. Итак, пишем команду cat без ничего, да, без опций каких-либо. Ну, и, соответственно, если вы сюда что-то пишете, hello, то оно дублируется вам в, в консоль, да. Давайте еще раз что-то напишем, hello, там, да, давайте напишем hello, hello, дальше youtubers, youtubers, ну, это вам привет, собственно, youtubers и наши, да. И, пожалуйста, вот оно, да, то есть я сразу печатаю и вижу результат вывода этой команды. Вы скажете, а можно перенаправить? Да, можно перенаправить в файл вот таким вот, то есть вы можете, как бы, печатать, печатать, как бы, в cat, а перенаправлять в файл. Такое тоже можно сделать. Как вот, ну, блин, перемотать это видео на начало, или посмотрите еще раз, там это дело все будет. Вот такая вот, да, возникает вопрос, как выйти с этого cat, для этого нужно нажать control D, control D, и, пожалуйста, я вышел. Вот, коллеги, таким образом вы можете сохранять содержимое файл, причем разное содержимое, и вот с этим вот тренироваться. Итак, коллеги, в кого все получилось, как у меня, кто вот потренировался, потренируйтесь, потому что дальше у нас будет, вот, у нас, собственно, серия мастер-классов, посвященных базовым навыкам работы с BASH. Дальше будет у нас фильтрация содержимого, там всякие там конвейеры и так дальше. И без этого, собственно, дальше без перенаправления потоков, без понимания, что такое потоки, дальше, дальше будет вообще никуда. Поэтому большая просьба потренироваться. Итак, в кого получилось все, как у меня, пожалуйста, напишите цифру 2 в чат, и это означает, что вы супер-пупер молодцы. Коллеги, может быть, у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, тоже их пишите, я с удовольствием на них отвечу. Итак, вопросы в чат, я с удовольствием на них отвечаю. Коллеги, если для вас был полезный сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, вподобайкой, нравликом, ну или просто поставьте палец вверх. Предлагайте темы для будущих мастер-классов. Мы с удовольствием для вас проделаем вот все, что в наших силах, все, как может, вас что-то не получается, вы там что-то делаете там, да. Поэтому предлагайте темы для будущих мастер-классов. Мы с удовольствием для вас тоже это дело все выполним. Ну а если для вас интересна тема линукса, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, то мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете в таком вот формате learning by doing, то есть я делаю, вы за мной повторяете, все это дело легко освоить. На выходе вы получите международные сертификаты и помощь с трудоустройством. Мы помогаем с трудоустройством в большей международной компании, поэтому добро пожаловать. Собственно коллеги, на этом все, ассалам алейкум, мирному вашему, берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга, помните, что сила в единстве, поэтому если у вас что-либо не получается, то пишите пожалуйста комментарии под видео, пишите на почту, пишите мой личный ватсап, все что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все, до свидания.